Всем добрый день! У нас до сих пор идут дожди. Уже неделю и небо затянуто тучами. Возможно, еще дня три будут дожди. На огороде ничего толком не делается, потому что ночами обещают минусовые температуры. Вот радуемся, если идет дождь. Ну вот, посадили картофель. Мы, конечно, успели, как только солнышко немного появилось. А у нас светет вишня, и жалко будет, если она попадет под мороз. Ягода только стала выходить из спячки. Совсем немного подвязали малину. Тоже почки только раскрываются, еще не зеленеет. Ну а в теплице я уже высадила неделю назад, даже не неделю назад, а 10 дней назад свои помидоры. И сейчас я вам их покажу. Вот так в теплице у меня выглядят мои посадки. Ставим бутылки с горячей водой, обогреваем. Ну а сейчас покажу, что у меня здесь находится. Без слез не взглянешь на томаты. Посмотрите, вот такие они у меня. Сине-желто-зеленые. Еще некоторые даже не стала высаживать, потому что температура грунта резко понизилась. А помидоры нам нужно высаживать, когда будет 16 градусов. Самая хорошая температура. И вот посмотрите, вот так они у меня выглядят. Здесь у меня два укрывных на 60 плотность. И плюс вот обещали нам морозы до минус 6. Но не у нас, вообще по области. Поэтому я предупредительно закрыла их еще и пленкой. Вот такие бутыли мы набираем горячей воды и выставляем. Потому что теплица большая и нам нет смысла. Да еще и такие у нас здесь неплотности в этой теплице. Одно название только. Мы не ставим обогревательные аппараты. Сейчас здесь еще покажу. Ну вот посмотрите, на этой стороне еще томаты. Здесь вообще, если на той стороне у меня двойная и поликарбонат, и пленка еще, то здесь просто стекло. И вот стекло, оно ничего не защищает в теплице. Томаты совсем, посмотрите, какие питания, не поступает абсолютно. Все мокро, потому что у нас фундамента нет у теплицы. И влага все грунтовая, все поднимается у нас. Сейчас даже, вот посмотрите, здесь даже влага идет. Выживут, не выживут мои томаты. Вот такая у меня тоннель получается. И вот такие синие томаты, синие-желтые томаты. Будем ждать тепла. Как у нас все это, как они среагируют. Получается, что они на консервации. Вообще консервация томатов, чтобы они больше не росли, это температура 10 градусов. Вот сейчас у меня здесь в теплице всего 10 градусов тепла и температура почвы тоже 10 градусов. Вот они законсервировались у меня. Будем дальше смотреть, что из них получится. Никакой нам ни капельный полив еще не задействован, ничего. Потому что, потому что еще очень холодно. Ну вот давайте сейчас посмотрим температуру грунта. Ну вот 10, 10-11 градусов. Это, конечно, очень мало. Поэтому они сейчас у меня, томаты, законсервированные и закрыты в термос. Даже бирочки еще не подписываю, потому что не знаю, какие выживут, какие не выживут, чтобы не было лишней работы. Поливать нам еще нечего. А здесь это я приготовила луночки. Думала, высажу баклажаны. Посмотрите, уже от такой вот влаги даже уже стало все вновь закисать. Ну вот такие вот у меня дела. Нынче весна нас не очень жалует. А здесь у меня место подготовлено для перцев. Ну перцем вообще, вообще, вообще еще очень рано. Потому что им температура нужна почвы хотя бы 16-20 градусов. Будем ждать. А хотя они уже набрали цвет.